Девушки отдыхают Тебя давай начнем. Как ты начал заниматься? Дружили мы с Кузей, с Эдиком. Это в одном классе мы учились. В школе номер пять города Орла. Это какой класс был? Ну это был, ну я с ним учился с первого класса, а так мы музыкой начали заниматься где-то с четвертого класса. Да, у нас это уже было такое хобби, как сказать, не хобби, но это уже была идея. Тогда группа «Динамик» только появилась, Владимир Кузьмин, карнавал этот, Барыкин. Ну и вот мы дома собирались. Я-то учился в музыкальной школе, класс фан-о. Йоника была. Ну и дома собирались втроем. Там еще был у нас такой друг наш, Андрей Антипов. Альфа была группа, да, тогда еще. Альфа была группа Сарычев, мы тогда помним. Шторм пели песню. Ну в таком плане. Это где-то четвертый класс, да? Да где-то так, я не помню точно, но может быть сейчас, может быть и попозже. Ну то есть и вы пели именно, вот почему решили музыкой заняться? То есть какие-то иностранные группы слушали? Или вот именно на советский ориентировались? То есть чисто пока еще было по-детски, да? Ну тогда Кузьмин вообще был, это круто. Для Советского Союза, для 80-х начала годов Кузьмин это вообще было круто. Это динамик был. Вот мы подражали ему, Кузьмину. Тогда у нас пел Антипов Андрей такой был, мой сосед, но он у нас на год был старше. Ну и дома у меня собирались и играли. Там я на фортепиано, там Йоника такая у нас была маленькая, детская. А Эдик Кузьмин на гитаре. Ну и вот снимали песни. А, тогда называлась группа у нас, мы называли ее Монолог. Ну это исходило от Андрея Антипов, он был старше нас на год. Но тогда год это считался уже взрослым. Мы-то были что-то пацанами на год моложе. Сейчас он чем занимается? Сейчас не знаю даже. Ну то есть не музыкой, да? Не, не, это вообще далек он от этих вещей. Ну а как пришли к тому, что вот Костик появился? То есть когда это было, где, как, расскажи. Потом мы попали, школьный ансамбль у нас был. В школе у нас. Ну это вас кто-то пригласил или как это? Да, я уже так и не помню, кто пригласил. Мы познакомились, кажется, да. У нас был Коля Посеньков такой, Николай Посеньков. Там играли они. И, короче, мы всегда ошивались возле них. Вот Кузя и я, мы вдвоем были. Возле них ошивались. Они у нас года на три, наверное, постарше были. Крутые тогда школьные ансамбли. Все в актовом зале, в Каморке репетировал школьный ансамбль. Ну и мы ошивались вокруг них. Мы попали к ним. Так принеси-подай, аппаратуру таскали. За пивом бегали. Вот, ну а почему Костика решили пригласить к себе? Это уже был класс седьмой. Седьмой класс, это какой год получается? Седьмой класс, в каком же я году? Ну, 72-й, или 77-й, это первый класс. 85-й, наверное, год. 85-й, да, или 86-й. Не, 85-й, скорее всего. Да, 85-й год, наверное. Костик ступа бегал, да бегал, да бегал, да бегал там по школе. Мы-то были музыканты, такие все считали. Ну, конечно, мы еще ничего там не играли, просто приобщались к этому делу. Ну вот. Помню, третий этаж у нас школа был, как сейчас помню, а не, второй этаж, Олег Николаевич Дыбкин у нас музыку лил. И мы там выходили курить, там рядом было. Ну и тут ступа забегает. А, тогда была группа Форума, вот. Группа Форума была тогда. 83-й год, наверное, или 85-й вышел их первый альбом. Такой он еще был, не попца такая, а галима. Прорыв тоже считался тогда в нашей советской музыке. Островок был. И мы, короче, снимали островок. Подбирали, играли. Петь ни у кого не получалось. И тут Костик заходит, ступа. Ну, мы тогда знали, ступа, 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 ступа. Ну, как он, хулиганом был или что-то? Ну, хулиганом был, он просто был такой. Ну, известный в школе человек или как, ну, почему он-то вообще? Потому что его голос был похож на Виктора Салтыкова. Он пришел в сортире, сел, простите за выражение, и спел песню «Островок». Мы ему делили горести, что-то и радости, не той поры, как встретились с тобой. Островок, островок. И он это так подобрал. Таким у него был такой голос, как, ну, действительно, как у этого Салтыкова. Мы просто переглянулись с Кузей, и все, иди-ка сюда, Костя. Костя подошел, мы говорим, блин, давай, говорю, с нами играть. Ну, не помню, кто из нас, Кузя, или я. Ну, мы вместе стояли, все, мы что, дебилы, что ли, какая игра? У него совершенно другие были там забавы. Ну, и все, и разбежались. И мы забыли про него, все. А потом как-то встречаемся тоже, в актовый зал идем. Ну, и он, говорю, пойдем с нами. Ну, не знаю, не я, или я, или там Кузя, кто-то сказал, я не помню. Пойдем с нами. Ну, и он, пойдем. А, покурить мы шли туда, да. Пойдем, ну, и вот так остался он. И потом мы стали пробовать. Аппаратура, конечно, у нас убойная была. Ну, а где все это вы пробовали? В школе, в начале школе 5-й начали. В музыкальном классе, да? Нет, ну, в актовый зал там кодейка была такая. Ну, там, где старшие играли ребята вот эти. И мы, когда они уходили, нам ключи отдавали, мы там пробовали. Барабанщика у нас, как всегда, не было. Я играл уже на басу, начинал пробовать, и клавиши. А Эдик играл всегда на гитаре. Какой первый репертуар был? Вот что, репетировали именно, пели именно в составе группы? Именно Стравок. И то есть вы с ним прям выступали? Нет, мы его не выступали с ним, мы пробовали петь. Ну, конечно, когда уже подо все инструменты, ну, никто не играл, не умел. Подо все инструменты когда, там получился, хотели снять островок, но у нас ничего не получилось. Мы это закинули. В 86-й, где-то 87-й год, лето было, да. В пионерский лагерь «Ветерок» нас пригласили. Там у нас был пионеровожатый знакомый какой-то, и нас пригласили сыграть там на дискотеке. Но мы приехали туда. И тогда только, кажется, Эст вышел первый, еще даже не студийный альбом, а группа Эст, была перестройка песня. И мы ее забомбили там. Вот в таком ужасном качестве, никто играть не умел вообще. Нас оттуда выгоняют. А выгоняют почему? Потому что мы там еще и напились. Нас выгоняют, ну, далеко мы не ушли, конечно. Нас приутили девчонки там, какие-то старшие, в своих этих палатах, как можно сказать так. Мы там переночевали, ну и все, короче. Вот наше было первое выступление. Не признали нас. Потом, где-то уже год 87-й, да, у нас уже база появилась. Это уже школе номер 20 мы стали играть. Учились, мы уже ушли, из школы вышли, кажется. И у нас база появилась в школе номер 20, да. Там репетировали. Я не помню, мы уже... А почему в пятой перестали репетировать? А мы потому что выпустились, и как-то у нас все это мы... То есть, типа, закончили школу, и... Закончили школу, да, и все. А в 20-ю как попали? Вот я не помню уже, как мы в 20-ю попали. Кто-то нас туда привел. Кто-то был в 20-й школе, там, из наших знакомых. И, короче, нас туда привели. И мы там, короче, тоже репетировали, играли. Тоже было выступление там делали. Тоже не пошло, две песни сыграли, нас оттуда тоже выгоняют. А какие песни, не помнишь? Вот я не помню. Ну, тоже кого-то мы снимали, у нас еще не было наших, кажется. Не помню. Кажется, не было. А когда, в каком году появились ваши, почему они появились, как вообще? Первые песни у нас появились, это год, да, 86-й, но мы их только наметки делали. Это появилась первая песня «Я решил уйти от мира», вот эта. И появилось стекло, «Рояд». Вот эти, это первые, наверное, таблетки появились, люди на помойках. Вот эти вот песни первые у нас были. Три песни, то есть вы уже начали репетировать, в общем, что были? Да, мы стали репетировать. Слушай, ну, вы были совсем молодыми, тексты, как вот ступа, он как их? Гостик сам сочинял все тексты. А как он, ну, то есть там же про алкоголь, вот про это все. То есть уже вы пили, вы пили, что вы делали? Разгольный образ жизни у вас был или как? Нет, тогда такого не было. То есть это были просто представления молодого человека, именно об этом? Да, скорее всего. То есть именно его ощущения, да? Да, да, скорее всего так. Ну, конечно, я сейчас слушаю, например, стекло «Рояд» – это переживание уже глубоко старого наркомана. Ну, так это и во многих песнях проскальзывает. А это вот, я не знаю, вот это действительно, вот сейчас просто идет переосмысление всего того, что было. Как мог такой вот пацан, ну, сколько нам было, 15-16 лет, который, не знаю, ни наркотиков, но еще не было такого, ни бухла. Ну, пиво пили мы, и так, это было соусы было. Не, ну, может быть, какой-то литературой интересовались, откуда это все вообще взялось, это вообще тема наркотиков, алкоголя. То есть это протест вот этого. Ну, он там неявный, но в любом случае… Ну, тогда этот ленинградский… На Косик очень тогда влиял этот ленинградский рубклуб. Он тогда на этот, не знаю, почему-то подсел на зоопарк, на Майка Науменко. Он очень его любил, я не знаю. Вот он восторгался тогда и. У меня была всегда западная музыка. А вот у… А ты какую слушал на тот момент музыку? Я тогда, ну, я тогда слушал «Эксепт», вот я «Эксепт» Косику первый раз поставил, «Боссу Львову», вот этот альбом, 83-го года. И все, и мы загорелись тяжелой музыкой, мы решили играть тяжелый рок. Металл, зверский, страшный. И в итоге, когда вы пришли, там, что вы сначала записываться стали или выступать со своими именно песнями? Нет, мы тогда… Когда группа «Ночная трость» вот именно название пришло? Вот год именно «Ночной трость» вот когда он наступил? Вот видеосалоны пошли, это, ну, тоже, наверное, 86-го с этим год, и все, по-моему, мы по видеосалонам ходили. И там Костик этот фильм смотрел, вот «Ночная трость», там что-то там говорили, ты не хочешь попробовать «Мои ночные трости». А что за фильм не помнишь, да? Не помню, и он даже сам уже не помнит какой. Ну, просто в этот, в голову это вбилось, и потом из монолога мы превратились в «Ночную трость». Это была его подача, Костик, «Ночная трость». Ну, и вот, потом нас подтянул Коля Постников, да, Николай Постников, который вот играл с нами в школе. И нас на другую базу, на завод УВМ. Там была студия вообще, конечно, по тем временам шикарная, там и «Ямахи» были, и… Барабаны какие-то там были, я уж не помню даже. Ну, правда, всё было там. И мы стали записывать вот первые наши песни, композиции. Это вот «Стекло, рай и ад», «Люди на помойке», «Таблетки». И я решил, ну, вот эти песни мы там записали. Это какой год сейчас, вот, точно-точно, приблизительно, да. Восемьдесятся год. Ну, вот, это считаем мы и начало, и «Ночной трость» вообще, восемьдесятся год. Там и название это появилось в восемьдесятся году. Ну, вот, такое уже осмысленное пошло у нас, подход к музыке осмысленное пошло. Ну, а как получалось? Костик приносил, говорит, вот, ребят, текст придумал. Типа, как он на фестивале «Надежда», я песню под травой придумал. У нас нет, у нас… То есть и вы, как и вы, начинали придумывать музыку, да? У нас тогда было, да. У нас тогда было по-другому. Тогда вначале придумывалась музыка, а потом уже под неё текст. То есть вы на репетиции что-то наигрывали, да? Да, нет, даже дома. То есть какую-то тему что-то обсуждали дома? Дома даже, да. Вот, например, мог Кузина играть, Яна играть. А текст как придумался? Прямо в этот момент или там где я не проходил? Нет, нет, нет. Косик потом проходил, я текст сочинил. Но мы не вдавались в подробности, как он его сочинял. Ну, пример какой-нибудь песни приведи, вот. Ну, вот как так было. Ну, вот стекло-раят. Мы даже вот так… Она просто в таком плохом качестве, что там даже слов не разобрать. Да, да. Ну, ты текст опубликовал, ну, как бы там в песне его не слышно. Да, да, это я потом уже нашёл текст, я потом его сам расшифровал его даже. Там, на слух, это вот, я его написал. Ну, и по сути, это была первая песня, да? Практически первая песня, да, была такая. Именно «Раят». Да, «Раят». Потом пошли вот эти таблетки, люди на помойке. Ну, смотри, а вот вы на УВМе записывались, да? То есть, а какой смысл был? Вот вы хотели записи записать, и что? Вот для чего? Мы хотели… А мы просто хотели записать. Ну, то есть, нет, были мысли какие-то, кому-то показать их там, в рук-клуб какой-нибудь принести? Когда, когда такую… Просто пока, ну, пока было юношеское такое желание, да, именно играть в рок-н-ролл. Мы были, мы вообще в этом были полностью уверены, что нам, блин, нет, мы хотели играть тяжёлый металл, но, конечно, из-за наших инструментов у нас ничего это не получалось. Ни тяжёлого металла, ничего. Вот так это всё и происходило. И мы знали, что мы крутые всегда. Алкоголя такого не было, только пиво было. Крепкий алкоголь никто не пил. Ну, и вот дальше как происходит. У нас в Орле, там, в ЛКСМ что ли было, да, под эгидой комсомола, стали организовывать руку. Ну, и вот нас туда… А у нас, между прочим, у первых, кажется, была запись вообще в Орле. У первых у нас была, конечно, такого качества, который сейчас есть в этом альбоме «Гремит моя музыка». Вот эти были первые наши записи, которые в Орле, наверное, были первые изо всех групп, которые здесь были. Ну, вот нас кто-то услышал, познакомили нам с какими-то там этими бушаками. С комсомольскими, да. Ну, и мы попадаем туда. Ну, и тут понеслась жетуха. Тут уже пошло и… А именно, куда вы попадаете? В какую-то студию, другую? В клуб? А где он был? Как он вообще? Где он находился? Тогда находился у нас в Дом профсоюзов он был. В Орле? Да. Ну, там это чисто была забегаловка такая вот. Это просто была организационная какая-то контора. Организация концертов этих были. Они организовывали. Там не было ни инструментов. Ну, короче, как раньше всех посчитать, чтобы собрать вместе, да, и контролировать, да, да. Да, да, да. Вот эти школьные ансамбли тогда были. Ну, тогда, да. Ну, а вы выступали? Да, вот пошли вот первые выступления. Где, вот где, где было? Это именно на летней сцене? На летней сцене, да, у нас когда вот… В городском парке? Да. Да, вот фотографии даже есть. И что вот исполнили? Вот первое выступление тогда уже вот с вашим материалом. Расскажи о нем. Приблизительно когда было, где, с кем? В 88-м год или конец 87-го. Не, 88-й, скорее всего, это был уже середина 88-го года. Там организовывал Орловский рок-клуб. Первый концерт у нас вообще был, наверное, один из первых. Ну, и мы там были тоже выступали. Какие песни пели? Таблетки, ну, вот это люди на помойке пели. Этот морг у нас была песня. Она сейчас утеряна. Классная песня была вообще. Сейчас там драйв был сильный. Дизентерия. Вот тогда мыло все пропало, вот дизентерия появилась. Вот этим у нас был, как говорится, наш плейлист. Ну, и как вас встретили? Много ли было людей? Сколько групп выступало? Да, тогда это было для Орла вообще сенсация. Собираются группы в этом. Ну, а это была практически главная сцена такая вот, летняя. Фэкинбок тогда был, Рудковский, Игорек. Навождение, Дима, Фабричный был. Да много тогда было таких команд, я уже сейчас и не помню. Ну, а людей много было? Да, было полностью, все забито. Вот это у нас. Ну, приблизительно, сколько человек, как ты думаешь, было? Педивизм, нет. Ну, там были, конечно, и левые люди просто проходили. Не, ну, понятно. Ну, там 100, 200, 300 было, да? Да, человек 300 было. А это было на какой-то праздник, на какой-то праздник даже было. Ну, вот там эти стейцы и пришли, сидели, говорят. Ну, это уже рассказывали нам. Это, говорят, панки какие-то на нас. Ну, мы-то играли тяжелый металл. Ну, вот мы и стали панками. Мы-то думали, что мы играем тяжелый металл. Вот мы и стали панками. Хотя никогда не стремились к панковской музыке. Никогда такого у нас не было. Да, любил там Костик с X-Pistols. Но к панку не стремились. Как дальше события развивались? Потом приезжает Андрей Щекотихин. Ну, у нас, мы так вон в Орле более-менее стали известны. Но у нас почему-то публика всегда любила. Всегда нас любила публика. Вот как бы мы ни выходили, никогда у нас не освистывали, никогда не было никакой апатии. Нас всегда принимали очень хорошо. Да, может быть, там жюри нас не принимало или еще чего-то, но публика нас всегда хорошо принимала. Но у нас действительно было такое самомнение, что мы действительно крутые. Вот, может быть, это, конечно, и давало вот эту уверенность. Никогда не было никаких переживаний, то, что мы плохо выступили или хорошо. Никогда. Мы знали, что мы выступили всегда хорошо. Почему-то так всегда было. Ну, вот. Потом приезжает Андрей Щекотихин. Это год 88-й. И предлагает записаться нам. А где писаться? У нас ни в студии нет, ничего. Потом опять школа номер 5. Кабинет нашей музыки. Нам Егор Егорович Щекотихин выдает все инструменты. Ну, там, конечно, такие были инструменты, что... На чем, что было, на том и писались. И вот мы пишем там, «Гремит моя музыка, трещит потолок». Тогда к нам присоединились и Стас Дорофеев, и Дима Филев. Вот они, конечно, нас подняли на музыкальном уровне очень хорошо. Но они были как профессиональные музыканты? Ну, они не были, они, ну, не было тогда профессиональных музыкантов. Они у нас, во-первых, постарше были, но они уже, у них была, у них была группа «Евразия». Ну, такая у них была... Ну, они как профессионалы были. Ну, а вы как, в пятером играли, репетировали, или просто они какие-то советы, может, давали? Нет, они играли с нами. Они потом распались, они к нам пришли уже, и вот мы записали альбом с ними, «Гремит моя музыка». А то есть и Стас принимал участие даже в записи? Да, он там играет на бас-гитаре. Серьезно? Удивительно. Дима Филев там играет на гитаре. Это именно вот «Гремит моей музыки». Да, Стас... А «Новый порядок» писали где его? Писали, это... Я уже не принимал в «Новом порядке» записи, но это другая уже там уже. А, понятно. Это позже было, хотя там написано, что это... Нет, нет. То есть это после «Фестиваля надежд» что-ли даже было? Это было практически в одно и то же время. А, понял, понял. Он был записан в феврале, а «Фестиваль надежд» был в июне. Он в июне? Да, был на первые месяца июня, кажется. Вот расскажи про «Фестиваль надежд». Вот вы записываете альбом, и что с альбомом дальше? То есть как бы, ну какой-то... Вот это 88-й год, что вы два года делаете? Ну так же репетируете где-то выступления какие-то, да? Ну, такие очень второстепенные. Ну а куда-то из «Орла» выезжали? Нет, в «Орле» выступали, да? Ну там, ну как это было? Ну хорошо, и как «Фестиваль надежд» вообще, как тема эта возникла? Вот, мы пишем «Какой год?» «Моя музыка трещит потолок», вот этот альбом. И Андрей Ищикотихин, он там в Москве-то даже учился в МХТИ, он берет записи эту и приносит в Московскую рок-лабораторию тогда. И нас почему-то там с этой записью нас принимают в Московскую рок-лабораторию. Мы были, наверное, единственная группа, которая были не московские. В то время всегда это в Московской лаборатории, значит, это были, должны быть, московские группы. Ну, логично, да. Не, ну, правильно, почему? Например, Ленинградский рок-луб, там хрен знает откуда они были. И там, например, и ДДТ. Не, ну, он как бы туда переехал жить, с этой точки зрения все равно. Вы-то не переезжали? Да, мы-то были, да. Мы были вообще, мы даже в Москве не жили, ничего. У нас единственная была группа, вот, за всю историю Московской лаборатории, которую нас тут приняли. Ну, и там, понравилось почему-то. Ну, а фестиваль, надеюсь, расскажи, вот, ну, как бы вам присылает кто-то, кто вам сказал об этом? Андрей Ищикотихин опять. Вот, что вы будете выступать, да? Да, да, да. Расскажи, как проходили вот эти слушания, вот, как вы в Орле это делали, в Москву приезжали, вот, ты как-то... Репетиции здесь проходили в Орле. А вас отбирали, как вот эта история, когда... Это тогда по записям все это. Когда вы вышли, типа, пьяные, и не смогли это. Первый тур это было. Да, но ты там был же? Я там был на этом туре. А где это было? Это было в Горбушке. В Москве, в Горбушке, да? Это прямо перед концертом, да? Или это? Нет, это было... Вот смотри, там какая была система. Там... То есть в Орле вы делаете запись, отправляете. Да, да. Вам говорят, да. Вам говорят, вы готовы дальше, что происходит? Эта запись появляется в студиях. Там тогда были звукозаписы, звукозаписи. Там можно было отдать кассету, и там записывали. Вот так вот. Ну, переписывали. Переписывали, да. Альбомы. Ну, вот она была в то время... В продаже. То есть она продавалась? Да, она продавалась. А вы деньги получали? Нет, мы ничего не получали. Понятно. Ну, рок-лаборатория это продвигала. Ну, рок-лаборатория это уже, да, было престижно, во-первых. Это было престижно. То есть прям кассета с названием с вашим была? Ну, как диск, да? То есть именно альбом, альбом «Гремит моя музыка», да? Гремит моя музыка, да. Ну, тогда назывался он почему-то не... А как он назывался? Тогда называли его «Год чумой». «Год чумой». Все понятно. Ну, и вот, это года два она продавалась, продавалась. Потом Андрюха опять приезжает, Чикотехин. Ну, есть предложение выступить на фестивале «Надежда». Нет. В 90-м году мы выступали здесь. У нас было большое выступление. Было в юбилейном нашем концертном зале. Вот есть запись эта. Мы там выступили, и потом уже кто-то снимал. Я даже не знаю кто. Ну, и так вот дальше пошло-пошло. Тут про нас писать стали газеты «Орловские». Корона на голове у всех выросла. Очень большая, и великая, и могучая. Стали местными рок-звездами в то время. Опять же, публика любил почему-то. Не знаю почему. Ну, был за что. Не знаю, виднее, конечно, страны. Ну, начали в это не поверить. Но тогда фестиваль «Надежда» действительно был престижный вообще фестиваль. Всесоюзный тогда это был. Да, это был фестиваль престижный. Опять же, это были все практически московские группы там. Мы были единственная группа, которая была не московская. Какие там вместе с вами выступали? Сейчас помнишь? С нами выступал Монгола Шаудан. Много свело. Нет, не выступали. Ну, они там были. Я на самом фестивале «Надежда» лично я не был. Я был на первом туре. Нет, ты расскажи, вот на первом туре, да, расскажи про первый тур. Да, там, короче, была какая. Там группы приглашались, которые первый тур был отбор. И мы ехали туда. Тогда был Стас Дорофеев, Слэй, Додонов, Серега, Дмитрий Филев, Кузя. Ну, я из тут. Нет, Стас Дорофеева не было на прослушивание. Потому что я на басу, потом он короче, все по порядку. Ну, мы туда приехали, выступали. Там дает в 30 минут на выступление давалось. А зрители в зале были? Или просто жюри? Там были такие зрители, что там был Макс Покровский из ногу свело, там был Артемий Троицкий. Там не было такого прям жюри, как у нас сидели. Там просто сидел в зале, были музыканты. Там был Эст Жан Сагадеев. Ну, это был Вабанг, Скляр. Ну, там вот эти все московские. Но вы с ними как-то общались, разговаривали? Разговаривали с Артемием Троицким. Артемий Троицкий нам нас приглашал в Зеленоград. Тогда под свое крыло нас взять. Потом мы с этим... Мы должны были писать, кажется, с Вабангом у них на студии. Должны были записать там... Опять же, синглы тогда были. Там три песни мы... А какие? Не помню сейчас. Ну, скорее всего, там был уже, уже новый порядок вышел. Это уже был Тварь, скорее всего. Ну, из этих, из нового порядка что-то. Ну, и выходите на сцену. Ну, выходим, мы начинаем настраиваться. Ну, мы убитые были. В смысле, ну, под шофе? Под шофе, да. Нет, наркотиков не было. Тогда наркотиками никто не это не баловался. Даже в голову не лезли. Так, и мы под шофе пиво обопились. И минут 20-25 мы настраивались. Уже стали там, давайте, пошлите вон отсюда. Шоу тут пришли, какие-то малолетки, блин. Ребятам нормально не даете играть. Ну, тут уже возмущение стало. Ну, мы одну песню, тварь, сыграли. Ну, и все. Тут Макс Покровский, пускай играю, типа. Все. И отыграли полностью программу. И без всяких проволочек мы проходим на этот фестиваль надежды. Тут нас Артемий Троицкий приглашает к себе. Мы подсаживаемся, с нами разговаривает. Тогда Артемий Троицкий был в музыкальном мире очень большая фигура. Это был музыкальный критик один из... Да, главный, наверное, был у нас в Советском Союзе критик. Ну, и вот. Мы это просто-напросто просрали. Ну, в разнос все пошли. Зерезная болезнь началась у всех. Без исключения. А в чем она проявлялась? Ну, то есть в неумении слушать друг друга, да? Да, да, ругачки вот эти все. Прямо после фестиваля надежды все не было. Ни выступления, ни репетиции. Ни репетиции вообще. Прямо в июне 1991 года, да? 1991 года, да. Уже все потом приехали и все. Ну, тогда и страна уже по швам полетела. Это уже был путь в августе. Ну, и тут уже было, в принципе. А, это в этом же году? Да, точно тут же. Это вот все в одном году. Субтитры создавал DimaTorzok Я рад, что в кущемерского советского дерева Живут такие же ублюдки, Бухмиты, как я, Которые хотят раздромить черепа муракам, Связавшим свободу по рукам и ногам. А мураки продолжают пить нашу кровь, Уверя, что из нас можно сделать кровь, Но из черственной крови кровь замерим вином. Им на нас наплевать, а нам на них посрать. И даже ковцы становятся прочней, сильней, А зубы наши острые и ваще Нам нужен уважать А им будет то, что без страха Перед смертью нас войну идет И красные стены, поросшие им ход Облитые склизью дохлых крыс Рухнут под нами свободный вздох Сорвет наших тел поутенеку Сорвет наших тел поутенеку А пока сортир под названием странашних переменов Таких, как ты и я А пока мы просто продолжаем гнить И никого не удивить тем, что нам не хочется жить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok